Добрый день. Для казахстанских потребителей об этом вы сегодня уже подвели итоги, об этом говорили. Об этой дате хотелось бы уточнить. Ну и есть еще пара вопросов, на которые мы надеемся получить ответы. Начнем, наверное, с того, какие объекты проверяет ваше ведомство. В Сибирском управлении защиты потребителей на транспорте мы контролируем объекты, обслуживающие пассажиры, железнодорожные объекты и объекты предприятия. Их у нас где-то 400 с чем-то объектов. Мы уведем контроль, надзор. Но мы с прошлого года собрали вместе эти мероприятия в связи с тем, что мораторию. Моратория. Ну, совсем немного времени осталось. Да, да, да. Вот со второго полугодия сейчас вы должны разработать критерии. По каким параметрам мы должны учитывать объекты, какие подлежат. И вот со второго полугодия, видимо, начнем проверки. Ну, это уж. Ну, авиа и железнодорожный транспорт. Шаскалин Овзгалевич, дата отмечается в Казахстане, День защиты прав потребителей. Что она из себя предполагает и как она возникла? На что направлено? Вообще, если вы знаете, мы раньше назывались до апреля, то есть до ноября 2013 года, до выхода указа президента Организации Агентства защиты прав потребителей, мы занимались вопросом благополучия населения. В связи с организацией Министерства здравоохранения, мы нас преобразовали в Агентство защиты прав потребителей, согласно указу президента, номер 691, от 13 ноября. И основным направлением деятельности нашей службы является защита прав потребителей, самим благополучия населения и контроль надзора за соблюдением нормативных правов в сфере самим благополучия и технических регламентов. Функции увеличились, получается? Увеличились, да. Увеличились. Но новые задачи защиты прав потребителей, мы надеемся, заработаем. Вышел закон о защите прав потребителей в 2010 году, 13 ноября, ой, мая, 4 мая вышел, в 2010 году. Но мы тогда этим вопросом не занимались. Мы вот ссылаясь на эти нормативные документы, сейчас работаем. В основном, сейчас вы знаете, что в связи с мораторием мы в основную работу ведем с целью разъяснения населению потребителей. Вы, я и все население является потребителем, потому что каждый вечер идет в магазин, что-то покупает, на рынок идет, продукты покупает. Порой хватается за голову, если что-то не так пошло. Много, видимо, накопилось у населения вопросов. Мы в связи с этим, чтобы вот эти вопросы совместно решать, мы вот такую разъяснительную работу проводим. С апреля прошлого года выступаем по телевидению, собираем семинары на предприятиях, приглашаем население, акции проводим с опросом, анкетированием. Простите, 15 марта, день защиты прав потребителей, стал еще одной датой, когда дополнительно вы обращали внимание на права потребителей. Кстати, по поводу анкетирования, какие вопросы поднимались в этом анкетировании и что отвечал народ на, что чаще всего жаловался? Ну, анкетирование проводили, во-первых, в городе Челкар, там у нас на железном вокзале, есть же объекты общественного питания, торговли на вокзале, там проводили, наши подразделения там есть. И в городе Ахтюбе, на железнодорожном вокзале, в аэропорту, на вокзале, на общественной столовой, и колледжи проводили. Ну, в основном, охватили все крупные предприятия в основном массе. И там мы, естественно, организовывали стенды, показывали плакаты, какие права у потребителей, что нужно сделать, если какие-то нарушены права. И во время акции мы в колледже и в столовой общественного питания на вокзале, кроме опроса и разъяснения, проводили лабораторные исследования с привлечением центра санэпидэкспертизы областной. Там мы в ходе этих акций, было поставлено 38 проб на содержание нитрат нитритов в овощах, кассив терминской обработки пищевых продуктов, первое, второе блюдо, беляж, пирожки, вот такие вот моменты. Ну, 38 проб поставили, но положительных не было в тот момент, на самом деле. Это по обращению потребителей, они подходили к нам, говорят, вот определите, то все, ну, вот таким мероприятием проводили. Кроме того, проводили опрос среди пассажиров не только на вокзале, и в пассажирских поездах. 24-й, 33-й, Астана. Самый популярный, скажем так. Да, да, да. И в пути исследования. И в ходе таких акций, вот на вокзале проводили, конкретно по железнодорожному вокзалу, Чалхар и Ахтюбе, были пожелания или жалобы о населении. Обычно так не пишут, но вот в таких акциях они все... И сливают душу. Сливают, да. И говорят, что вот недовольны тем, что железнодорожный вокзал загружен, первый этаж железнодорожного вокзала, наш, например, как торговый дом считается. Почему, говорят, не уменьшить этих лавок, как это называется, киоски? И заменить их сидячим. Ну, уменьшить количество. Во-первых, он должен по назначению служить вот этот аэроджедовый вокзал. Они, как это, получается, торговый. Вы заходили, вы знаете, вот такое было. Одна некачественная, не удовлетворительная же она в состоянии общественного туалета. Что полотенец нету, там электросушилки не работают, мыла нету, туалетных бумаг нету, и вот такие. Кроме того, значит, жалоба была, что почему только платный туалет. Вообще, по постановлению правительства на железнодорожных вокзалах, крупных, конечно, должны быть альтернативные туалеты. Общественные и платные. Да, да, да. А вот как объясняет руководство железнодорожного вокзала, говорят, мы, если у кого вот тот же платный туалет, если ты билет покажешь, то можешь зайти свободно. Мы предлагаем, извините. А в этом уже другой вопрос, отсюда вытекает свои потребительские права, не знают люди. Мы, в принципе, с нашей службы, говорят, вы извините, у вас и тот, и тот должен быть. Куда захотел, тогда человек, пассажир может пойти. Так же это на самом деле. Потом второе уже пожелание было то, что на качество комнаты матери-ребенка, обслуживание, качество обслуживания билетных касс, то, что там курбят, короче, вот такие моменты. Есть вопросы, что вот есть же сейчас автоматы поставили, можно саму купить же, ну, нет обслуживающих персоналов, везде же в банках есть же, как они называются, обслуживающие персоналы, да, помогают, покажут. Ну, такие моменты были. Вы знаете, я только киваю головой, потому что я тоже с этим согласна, потому что совсем эти вставки. Ну, она в жизни постоянно так и встречается. Потом одно из жалобов было то, что вот, когда заходите на лазал, освещение плохое, вот когда вот в сторону выхода туда, на первом, на самом деле там возле окон поставили, аптека, киоски. А если не должно быть. Словом, шквал всяких замечаний жалов. Хотя они не пишут. Теперь, что вы будете со всем этим делать? Ну, со всеми с этими мы вообще и в прошлом году делали. В связи с тем, что мы сейчас проверка, нам моратория объявили, мы собираем эту информацию, направляем в филиал, директор филиала здесь, западный пассажир с перевозки есть, в газовом сервисе есть руководство. И будете следить, чтобы эти вопросы были решены. Да, да, да. И направляем в Астану, в Астанте Муржола, для принятия мер тоже. Все-таки там некоторые вопросы финансовые. Ну, будем надеяться, что, по крайней мере, половина из перечисленных жалов населения решится уже в этом году. Будем присчастливаться на этом с телезрителями и действительно пожелаем нашим актебинцам, чтобы они знали свои права в плане потребительских, скажем так. С вами были Акмарал Майкузова, а также Жасуп Калина Розгалевич Домбаев, заместитель и руководитель Актебинского отделенческого управления защиты прав потребителей на транспорте. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»